Добрый день, дорогие зрители, дорогие наши друзья. Сегодня у нас снова в гостях Фикрет Шабанов. Здравствуйте, Фикрет. Спасибо большое, что выделили для нас время. Я благодарю вас и надеюсь, что наша встреча не будет последней, и мы в следующий раз снова встретимся. Здравствуйте, уважаемый Азизбей. Благодарю за приглашение. Приветствую вас и ваших зрителей. Воспользуюсь вашей площадкой, хочу сделать два объявления. Первое объявление связано с тем, что в результате трагических событий погиб президент Ирана. Хочу через вашу площадку выразить народу Ирана, правительству свои соболезнования. Второе объявление связано с тем, что хочу поздравить таджикский народ, политическое руководство Таджикистана и азербайджанский народ и Азербайджана, что вчера было заключено стратегическое соглашение между двумя нашими государствами о стратегическом партнерстве. Благодаря мудрости наших руководителей и нашей исторической памяти наших народов мы возвращаемся к нашей истории. Мы закладываем стратегическое восстановление наших отношений, наших дорог, нашей экономики и, самое главное, нашей памяти и уважения к нашей вере и историческому прошлому. Поэтому поздравляю вас, вашим лицам таджикского народа и таджикского государства, и его правительство. Спасибо. Спасибо большое. Вы сейчас затронули слово Иран по поводу трагической смерти президента Ирана. Хотел бы задать вопрос именно связанный с Ираном, связанный с Ближним Востоком, связанный с исламским миром. Хотел бы узнать ваше мнение. В первую очередь скажите, каковы перспективы и роли исламских государств международной политики сегодня? И верите ли вы в возможность создания исламского мира? Ну, Азиз, это немножко ваш вопрос, он такой многослойный. И на него отвечать, я думаю, что достаточно много времени и эфирного, и просто человеческого нужно. Я постараюсь это скомпоновать или, так скажем, сказать в виде тезисов. Для того, чтобы более-менее люди, люди ислама знают об этом. Только нужно показать направление. Наши зрители из других регионов, русскоязычных регионов, из-за рубежа, которые слушают наш эфир, могут обратиться к источникам. Источники есть разные, на английском, на арабском, на персидском. Желательно, конечно, все читать в оригинале. Что я хочу сказать. История ислама, она достаточно многогранна. И эту религию нам не спасал Всевышний посредством пророка Мухаммеда, алейс-салама. Для того, чтобы человечество, это не только мусульмане, человечество в состоянии было определиться истинными, так скажем, ценностями проживания на планете Земля людей. И их нужно было структурировать, мотивировать или, по крайней мере, очертить границы того, что называется правилом поведения человека и его отношения к природе и к такому же, как и он сам подобному. Поэтому ислам считается одной из последних религий, посланной нам Всевышним и его святой книгой Корана. И исходя из этой концепции, первичное развитие распространения ислама, мы помним, что начиналось с 610-611 годов. Сейчас оно приобрело такие большие, огромные масштабы, что это стало не религией исключительных народов, каких-то отдельных. Оно было связано с тем, что оно распространялось в определенной географии. Но нынешнее развитие техники, технологии наших передвижений, информационных коммуникаций дает возможность людям разных национальностей, разной веры приобщиться к религии. Нет лучшей религии или нет высшей религии, или даже нет совершенной религии. Все религии, иудаизм, ислам, христианство со всеми его направлениями и течениями, это все звенья одной цепи под названием правила жизни человека на Земле и его отношения к планете Земля. Я считаю, что союз или альянс мусульманских государств, он не только будет нарастать или усиливаться, но он еще будет распространяться, а также союз альянс христианских народов. Также союз альянс, я думаю, что народов, которые исповедуют иудаизм. Причем я вспоминаю иудаизм, потому что нужно посмотреть, сколько пророков иудеев в исламской истории. Мы все друг с другом тесно связаны. Я абсолютно убежден, если нам не с послан последняя более такая совершенно не в плане, что она лучше, а совершенно то, что она дополненная всеми своими первичными религиями, христианством и иудаизмом, то и впитала в себя, то мы должны помнить, что Ислам единственная религия, которая признает пророка Моисея или в мусульманском плане пророка Мусу. Или пророка Иисуса или в мусульманской форме пророка Иса. Поэтому если мы признаем пророка Мусу Моисея и пророка Иисуса, то это говорит о том, что это более-менее объединительная религия всех народов и разных национальностей и даже разных религий. Я абсолютно убежден, что эта религия получит всемирное признание. И в качестве примера хочу привести попытки Ватикана, главного религиозного центра католического христианства, который пытается разрабатывать концепцию или создать концепцию единой религии человечества под названием Хрислам. То есть христианство и Ислам. Сейчас эти попытки идут, сейчас эти первые книги публикуют, первые исследования публикуют, там организованы определенные организации. Но я думаю, то, что нам послал Всевышний, то и останется. Все, что придумано человеком, оно как придет, так и уйдет. И я абсолютно убежден, это вопрос времени наших человеческих стремлений и деяний к объединению, к уравновешиванию правил жизни с уважением такого же подобного себе человека, страны, наций, народов. Только так мы сможем объединиться. И это вопрос времени, как мы объединимся. Почему? Потому что, вы знаете, например, иногда украинцы пишут или русские пишут, что вот ты два года назад говорил, что Россия это плохо, а сейчас говоришь, что Россия и Украина надо объединяться. Я хочу привести простой пример. Если у вас во дворе есть какой-то забияка, который всех бьет, он плохой. Но когда на ваш весь город надвигается цунами, цунами не спрашивает, кто из вас плохой, кто из вас хороший. Вам всем вместе нужно спасаться. И вот моя позиция о том, что Россия плохая, а сейчас вдруг она хорошая, не связана со сменой моих взглядов. Нет, Россия забияка, будем говорить культурно. Но сейчас надвигается более страшное цунами, где погибнем мы все. И вот в этом мы погибнем мы все, я считаю, что необходимо кооперироваться, необходимо помогать друг другу, чтобы избежать глобальной войны, а я ее называю ядерной войной, которая может привести к исчезновению человечества и, в принципе, жизни на земле. Вот моя концепция, как они считают, что я переобуваюсь. Нет, я хочу объяснить, в чем заключается вот эта формулировка. Люди или человечество стали перед выбором, перед страшным выбором применения ядерного оружия. Так как игры в песочнице или война в Украине с Россией, она стала намного-намного выше война между ядерными империями. А это смерть для всего человечества. Поэтому я думаю, что и смерть Трейси. На украинских каналах я говорил о том, что и приводил аргументированные причины, то есть более детально раскрыл, почему необходимо было, я считаю, может быть я ошибаюсь, что его устранили. Устранили, потому что последние 8-9 месяцев президент Ирана усиленными темпами пытался избежать втягивания Ирана в войну. Все проблемные, глобально проблемные, региональные вопросы с Ираком, я имею в виду Иракский Курдистан, с Турцией, с Афганистаном, с Азербайджаном, в вопросе Палестины, в вопросе Ливана. Многие глобальные проблемы, в принципе, Иран пытался смягчить. Естественно, эта империя со своей историей 2500 лет, говоря, 3000 лет. Она имеет опыт, как избегать военных конфликтов, как избегать, значит, прямого столкновения для спасения или сохранения своей государственности. И господин Раиси в этом плане, покойный, был достаточно успешным менеджером, потому что все-таки президент Ирана это не ключевое лицо. Там ключевое лицо Рахпар. И я считаю, что он спас исламские, мусульманские страны на какой-то, скажем, конкретный маленький период от глобальной восточной войны, где мусульмане будут убивать друг друга, сюда подключатся христиане, сюда подключатся и иудеи. То есть будет война всех против всех. Я не думаю, что это, так скажем, самый лучший выход для человечества. Но и Иран тоже виноват в том, он несет прямую ответственность, как большая страна или региональная страна, за то, что произошло, произошли так называемые вот эти конфликтные или проблемные рэперные точки. Но это связано с тем, что, к сожалению, Иран в политическом плане неоднороден. И политические элиты Ирана находятся на 180 градусов в противоположном положении друг к другу. То есть я считаю, что эта борьба внутри Ирана будет продолжаться. И в моем понимании, в любом случае, Ирану придется, так скажем, столкнуться в лобовую с решениями, которым она обязана подключаться и решать. Или она должна стать, не может дальше быть большой империей региональной. Она просто распадется. А вопрос распадется, это вопрос времени. Объясню, почему. Например, вспоминая политику Ирана по отношению к армяно-азербайджанскому конфликту, я всегда иранским своим знакомым, друзьям задавал вопрос, как может исламское государство, где шиитский масхаб является, так скажем, главенствующим, помогать монофизитам христианам-армянам макароны, продукты питания, солярку на танки, которые убивают шиитов-азербайджанцев. Мы до сих пор вопрос на эти ответы не можем найти. Всегда нам говорят, что это та группировка, а мы вот не такие. Но я считаю, что в Иране всегда проходит или проводит сконцентрированную, так скажем, политику, баланса и интересов внутрирегиональных и глобальных, я имею в виду, с точки зрения интересов Ирана. Поэтому Иран тоже несет ответственность за то, что было, сейчас происходит. Я думаю, будут очень тяжелые времена. Иран несет тоже прямую за это ответственность. Локальные маневры господина Рейси по спасению и Ирана, и народа Востока, они, видимо, настолько сильно не нравятся внутриполитическим силам Ирана, связанным с внешними модераторами. Это не просто только внутри Ирана, это еще есть внешние партнеры у Ирана, что было принято решение втянуть Иран в войну. Это вопрос времени. Как он из него выйдет, мы не знаем. Но втягивания Ирана, Саудовской Аравии с Йеменом, Египта-Палестина с Израилем, Турции по всему ему периметру, все это отголоски того, что есть достаточно большие региональные и мировые державы, которые не заинтересованы в установлении мира и миропорядка, сотрудничества, просветания этих государств. В этих государствах находятся их пятые колонны, которые не заинтересованы в установлении мира между мусульманскими государствами или религиозными течениями и масхабами, которые подливают масло в огонь. В итоге это приводит к так называемому трехъярусному наслоению конфликтности территории. То есть внешний модератор, его проводники политики, внешнего модератора внутри стран, ну и естественно мы называем это тарикатами, религиозными организациями, которые в принципе, к сожалению, в большинстве своем случае преследуют свои личные корыстные интересы и финансовые, и политические. И работают не на объединение исламской умы, а работают на свое превосходство, превосходство своего тариката, своего масхаба, ну и естественно политического и финансового влияния. Большому исламу или Большому Востоку предстоит пройти через ответы на эти вопросы. И к сожалению, дорогой Азиз, всегда эти вопросы нужно, ответы на эти вопросы нужно получать через войну. Через понимание, что нельзя убивать себе подобного. Мы умма Мухаммеда, пророков, алейсалама, плюс ко всему мы должны, если мы считаем, что это религия более-менее объединяющая, то мы должны показать пример другим народам. Какой пример мы им показываем? Нехороший. Наши мусульмане, которые въезжают или приезжают в другие регионы другого мира, христианского, иудейского, должны, если они считают себя мусульманами, они должны вести себя в соответствии с теми писаниями, которые есть в святых книгах. То есть быть примером для других, нежели агрессивным примером, нежели отрицательным примером. Поэтому это не только вина христиан, иудеев, буддистов или мусульман. Это в первую очередь наша вина. Почему? Потому что если мы говорим, что Аллах нам послал последнюю совершенную религию, тогда будьте примером для других. Если вы этого не можете, и у вас нет внутри вашей страны объединения, а против вас воюют еще и враги, то если у вас этого нет понимания сделать дома у себя мир, какой мир вы можете принести к нам домой? Поэтому это очень тяжелый вопрос, Азиз. На это нужно будет очень много времени. Я повторюсь, к сожалению, это понимание придет через войну. Дополнение к вопросу, который я задал. По поводу именно, так сказать, общей цели, которые есть у мусульманских стран, именно Ирана и Саудовской Аравии. Сейчас это самая большая проблема, это проблема Палестины. В этом связи вопрос в том, что возможно ли единение целей между Ираном и Саудовской Аравией. И к чему это может привести, и к какой негатив или позитив оно будет нести, именно мировому миропорядку в этом регионе. Здесь есть одна глобальная вещь. Во-первых, она называется разница между генетиками. Дело в том, что Израиль и Саудовская Аравия, или Аравский мир, это народы-семиты, а не братья. Они произошли от одного отца, но разных матерей, если посмотреть религиозные книги. И здесь, например, я хочу привести пример, когда проводились переговоры в Египте, Турция предложила свои услуги, военные услуги, ну, мы назовем так, войти в Палестину, стать щитом между Израилем и палестинцами, и обеспечить силой, обеспечить порядок и закон. Египет, Саудовская Аравия, Палестин отказались. Причем они считают, что их внутри арабское дело. Мы не должны забывать, что враги, значит, ислама все время подливали масло в огонь, и, знаете, они воспитывали в арабах арабский национализм. Это первая главная проблема. Уже потом на второй этап уходит масхаб, то есть суннит, шиит, салафит и так далее, и так далее. Я думаю, что вот эта попытка господина Раиси Покойного при посредничестве Китая об объединении и примирении Саудовской Аравии и выработке единой концепции в вопросе Палестины, то это первый хороший или, так скажем, здоровый шаг, где Иран не является актором по присутствию на земле в Палестине, но считает, что, значит, ну, в их понимании, я цитирую иранские официальные лица, Израиль должен быть стерт с лица земли, потому что он при внешних модераторах захватил палестинские земли и проводит этнический чижский геноцид. Исходя из этой концепции, есть общая площадка, где объединяются персы или ираноязычные народы. Это не только персы, это, например, курды, это, например, таджики, это, например, таты-мусульмане и многие-многие другие. Есть тюрки или турки, суниты, есть тюрки, ну, так скажем, по происхождению турки, тюрки или огузские тюрки тоже выступают за Палестину, хотя у них всегда были очень хорошие отношения с иудеями, которые жили или живут внутри их территорий. Просто там тоже есть разграничения, есть евреи Сефарды, есть евреи Ашкеназии. К сожалению, радикальная форма значит, проведения политики в израильском государстве проводят евреи Ашкеназии. Это в основном выходцы из России, Белоруссии и Украины. И в истории, как говорил, значит, ученый-историк Михаил Финкель, евреи Ашкеназии это евреи немецкие, германские, а их или называют евреями Ватикана. Сефарды же, они жили среди мусульман, бухарские евреи, испанские евреи, евреи из Азербайджана. Они более, то есть менее агрессивны и более склонны к пониманию исламского мира совместной жизни. Понимаете? Поэтому в израильском обществе тоже не все однородно. И вот исходя из того, что вы сказали, я думаю, что когда приходит цунами, приходится и Саудитам, и Иранской администрации, и Турецкой администрации откладывать все свои внутренние противоречия в песочнице и выступать с единой позицией в защиту интересов Палестины. Я считаю, что это имеет стратегическое значение, хотя американцы пытаются купить лояльность Саудитов предоставлением им, например, атомной технологии производства, предоставлением их экономических преференций, предоставлением их, например, совместного производства или продажи высокотехнологических видов вооружения и так далее, и так далее. Но мы же видим заявление администрации президента Байдена, что Саудитами мы все решили. Остается один вопрос. Он связан с признанием государства Палестина. Поэтому я думаю, что это в хорошем понимании, очень хороший прецедент для мирового сообщества, не только для Палестины, что решение ООО не сегодняшнее, где оно практически, ну, простите, превратилось в клуб по интересам. А в 1967 году, когда работали еще старые договоренности, было признано и принято решение о создании двух государств Палестины и Израиля. К сожалению, модераторы мирового порядка всегда использовали Израиль, ведь они же поступят с ними так же, как с Украиной. Я абсолютно в этом убежден. И я считаю, что не те, которые у руля Израиля, а те, которые там живут, простые евреи, им придется пройти еще одну тяжелую историю в своей судьбе. Они использовали Израиль как ледокол. Вы послушайте, у меня на телеграм-канале есть выступление, значит, господина Кеннеди, кандидата в президенты. И он открытым текстом сказал, что Израиль для нас это военный флот в сердце исламского мира. Это ледокол, который добывает нам нефть, ну, я имею в виду, нефть, газ и так далее, энергетическое сырье. Если там не будет Израиля, обязательно этот регион захватит Россия и Китай. Американцы на это смотрят так. Но мы должны тогда понять, а почему Китай? А почему Россия? Вот вчерашнее голосование в Совете Безопасности ООН о признании серебряницы геноцидом со стороны, значит, сербов, это ведь первый прецедент. То есть, любые преступления, сейчас они обхаживают Натаньяху, сейчас его отгораживают от всяких судебных преследований. Почему? Он выполняет их план. Но мы увидим, когда дети нынешних руководителей и граждан Израиля через 10, 20, 30 лет пройдут через то, что проходят сейчас дети сербов, которые делали геноцид серебряницей. Поэтому это очень страшная судьба. Я думаю, что происходит на ключевых позициях объединения всех сил это не только саудиты и иранцы. Давайте посмотрим Испанию, она признала Палестину. Давайте посмотрим Ирландию, она признала Палестину. Давайте посмотрим на, значит, я ошибусь, может быть, со страной Норвегию. То есть мы видим, что происходит смена политической парадигмы мышления не только в исламском мире, но и во всем мире, и в том числе в странах, которые выступали, значит, вот, например, Испания, как страна-колонизатор, страна, в которой были изгнаны мусульманы из Андалусии, то есть мусульманы из стран Магриба, она выступает за признание Палестины. То есть со временем приходится возвращаться, это не желание Испании угодить палестинцам. Вопрос стоит о будущем самой Испании, о будущем мирового порядка. То есть как вы реагируете на мировой порядок с вашей точки зрения, я имею в виду, точка зрения ваша оформляется, на основе, вернусь, к Святым Писаниям. Как вы к ним относитесь, так к вам относится история. Это вопрос времени. И я думаю, что сближение по вопросу цунами, как у нас, людей, которые стали жертвами армяно-российской агрессии в Карабахе, сегодня я выступаю за позицию, что необходимо остановить войну против православных, то это вопрос про большой цунами. Это не вопрос про то, что я, условно говоря, не знаю, что сделала Россия с армянами в Ходжилы. Там 36-й 66-й полк был российский, ну, советский, потом российский, который просто установил геноцид азербайджанского народа. Я это не забываю. Но вопрос сейчас стоит выше. Выше мы все погибнем? Или мне нужно все время бегать, что русские нехорошие? Нет. Вопрос стоит о другом. Мы все растем в плане сознания. И приходит понимание, что наша песочница начинает заканчиваться, когда к нам домой идет большая война, где и плохиш, и хороший, и вредный. Мы все погибнем. Поэтому нас же Аллах создал для чего? Для того, чтобы мы были едины и могли противостоять, будем так называть, злым силам. Поэтому сейчас необходимо по святым писаниям, где православные и мусульмане в вопросе мечеть Алякса или третьего храма едины. То есть необходимо нам объединяться для того, чтобы избежать большой трагедии для человечества. Потому что это не только что уничтожить православие, а затем мусульман. Так в этой войне погибнут еще те, кто эту войну начинают. То есть их народы. Поэтому это убийство всего человечества. В этом опасность. Вы сейчас затронули именно вопрос связанный с Арменией и Азербайджаном. У меня кстати есть вопрос по поводу этого. Вот как вы оцениваете высказывания отдельных политиков Армении, в том числе самого премьер-министра Армении Никола Пашиняня о том, что руководство Азербайджана выращивает планы по делиметризации государственной границы между двумя странами. И в связи с этим еще дополнение к этому вопросу о том, что будет ли продолжена деятельность известных всем стран по недопущению использования загезурского коридора? Очень хороший вопрос Азиз. Давайте мы вернемся к некоторым другим моментам, о котором говорил господин Пашинян буквально 2-3 дня назад. Это есть на спутник Армения, это есть я подписан на армянский телеграм-канал и читаю. Господин Пашинян заявил одну вещь, что не было геноцида армян. Геноцид армян придуман в мировых центрах власти и в первую очередь он обвиняет Москву, потому что Москва командовала или создавала Армению для того, чтобы модерировать армянами в противопоставлении их региональной интеграции и мирного проживания со своими соседями. Здесь вопрос стоит о Турции и Азербайджане. Почему Турция и Азербайджан важны для Ирана, для Армении? Ну, через Турцию она получает выход на все европейские коммуникации. Если говорить нынешним языком, то есть Турция член НАТО. Если Армении нужно в НАТО, то первый союзник это Турция. Она в рамках этой организации должна объединиться. Здесь что мешает? Здесь мешают четыре пункта в Конституции Армении. Первый пункт это то, что Нагорный Карабах в их понимании Арцах является составной частью Армении как независимая республика. То есть она независимая, а потом объединилась с матерью Армении. Второй вопрос о том, что Армения претендует на так называемую Западную Армению. То есть это территории Турции, современной Турции. То есть территориальные претензии к самой Турции. Третий вопрос о том, что она обвиняет в этом вымышленном геноциде, о котором сейчас сам сказал Никол Пашинян, что он придуман и этого геноцида не было. Это означает, что вечная война с Турцией, пока в Конституции есть эта статья. Эту статью нужно убрать, чтобы примириться. Ну и последнее, у них в гербе находится гора Агрдах, то, что нам ретранслируют, как гору Арарат. нужно изменить герб. Это тоже означает, представьте себе, я в гербе какой-то X страны, то есть какую-то историческую ценность Таджикистана опубликовал, что это мой герб. Как таджики к этому отнесутся? Поэтому вот это такая ситуация. Сейчас вот эти главные четыре пункта Николь Пашинян будет или должен изменить своей конституции. После этого он сможет наладить сотрудничество со страной НАТО Турцией, не с Турцией отдельно, а со страной НАТО Турции для Пашиняна это более важно, получит коммуникации, они недавно отчитывались Европейскому Союзу или показывали представителю, какой они пограничный пункт с Турцией построили, то есть по современным стандартам, и они готовы к открытию границы с Турцией. Что касается делимитации, демаркации, там восемь деревень, четыре из них это вообще не имеет никакое отношение к Арабаху. Это вообще Товус, понимаете, это Казах, это другая территория, там проходят наши нефте и газопроводы, они находятся в близости, поэтому эти деревни должны быть возвращены, и они значит имеют общую границу с Азербайджаном. Есть четвертая деревня, она находится на территории, значит сопряжена с территорией Нехичеванской автономной республики Азербайджана, это четвертая деревня, пятая, и еще есть три, они внутри армянских территорий, поэтому я думаю, что по трем вопросам будет какое-то отдельное, трем деревням отдельное решение, но следующий этап это решение по деревне Керки, которая сопряжена с Нехичеванской республикой. Почему они важны были для армян? Дело в том, что основная нормальная дорога с большой пропускной способностью из Еревана в их понимании Цюник в историческом понимании Зангизур проходит как раз через деревню Керки. Если это деревня Керки, а по признанию Пашинян это является частью Азербайджана, она вернется, то у них есть альтернативная, с не очень большой пропускной способностью слабая дорога. здесь во много раз уменьшится возможность поставлять медикаменты, продукты питания и снабжение своей армии то, что находится в Зангизуре, я имею в виду территории Армении, Цюники. Это первая их стратегическая ошибка. Они именно поэтому решили ее решить, захватив эту деревню. Вторая стратегическая ошибка, они захватили четыре деревни. Почему это важно? Все-таки обсуждают, что азербайджанцы с ума сошли за какие-то деревни. Нет. Дело в том, что там есть деревня по территории, которая проходит государственная дорога Армении в Грузию. То есть, если эта деревня, она с сегодняшнего дня по заявлению нашего вице-премьера, сопредседателя комиссии с Армении по делимитации демаркации границы, она сегодня перешла в наше управление. То есть, это означает, армянам нужно строить альтернативную государственную дорогу в Грузию. Фактически, Армения выключается из сухопутного контакта с Грузией. Параллельно эта дорога также предоставляется для иранских автомобильных средств, которые, то есть, я имею в виду, коммуникация Иран-Армения-Грузия тоже проходит через эту деревню. Поэтому эти деревни, они не просто деревни, это стратегические деревни выживания государственности Армении. Они сейчас возвращаются к Азербайджану. Другие три деревни, они находятся на территории Армении, и я не думаю, что они настолько стратегически важны в плане коммуникации или безопасности для Азербайджана или для Армении, но все-таки по заявлению президента Азербайджана ни один миллиметр азербайджанской земли не останется под контролем Армян. Дальше ли будет продолжено? Я думаю, да. Будут ли вмешиваться государства в этот фактор? Я думаю, да. Но произошло определенное изменение в американской политике и во французской. Американский посол и французский посол не посещали освобожденный от оккупации Карабах. То есть де-факто они говорили, что мы не признаем Карабах азербайджанским. Произошло чудо, которое знают только в госдепартаменте. Посол США посетил две недели назад Карабах. То есть де-факто они признали то, что заявляют де-юри. То есть Карабах это неотъемлемая часть Азербайджана. И сегодня произошло еще одно чудо. Точнее вчера или сегодня я уже не знаю разницу во времени. Посол Франции посетила освобожденную от оккупации азербайджанские земли. Происходит изменение в головах тех людей или тех стран, которые хотят или контролировать Зангизовский коридор или если не контролируют то не дать возможность его исполниться. А я думаю что для спасения государства Армении это не мои слова это слова господина Николь Пашиняна вы можете это найти в ютубе после эфира я вам могу отправить где он официально объявил что если мы не заключим мирное соглашение с Азербайджаном и с Турцией мы потеряем город в азербайджанском в азербайджанской интерпретации или как изначально назывался город Ереван то есть в исторических документах он называется Иреван то есть через букву И Ереван мы потеряем это вопрос государственности Армении потому что находясь в блокаде Россия не так сильно помогать Армении потому что атомная станция в Армении она российская это бесплатная энергетика железные дороги они российские пока газ получает по внутренне российским ценам или даже дешевле Армения Газпрома газовые коммуникации принадлежат России мне трудно перечислять большинство объектов стратегического значения государства Армении которые бы не принадлежали Россией поэтому сидя на двух стульях получая экономические выгоды от России конкретно и от организации Евразийского экономического сообщества Армения головой идет в Евросоюз в НАТО в попытке сохранить свою государственность как это закончится мне трудно сказать потому что как однажды может Россия сказать слушайте мы вас помогаем содержим бережем теперь пора платить по счетам что будет между Россией Арменией мне трудно сказать это первое и второе ведь мы видим события в Грузии за интеграцию в Евросоюз и за НАТО придется платить и там потребуют своего выбирай или мы или Россия поэтому Армения очень тяжелый исторический шаг почему у них не получилось развязать войну на Кавказе я имею лично Франции и Индии потому что сформировалась политическая конструкция 3 плюс 3 это Турция Россия Иран Армения Грузия Азербайджан что она в себя включает что в этот регион по согласованию между Россией Турцией Ираном не будут допущены другие силы то есть Франция Соединенные Штаты Америки и так далее и согласовываются на земле то есть координируется политика кроме региональных империй и с тремя республиками или государствами Центральной Азии для этого мы должны вспомнить такие факты господина Раиси ведь именно он буквально в очень скором времени после освобождения Карабаха признал Карабах азербайджанским в Иране об этом так четко исполнительная власть никогда не говорила за исключением Рахпара Второй фактор мы должны увидеть о том что как только начались танцы между Арменией и Францией и в том числе получение видов вооружения от Франции господин Раиси покойный заявил что ультиматум заявил Армении что мы не потерпим привод в наш регион другого мирового лидера с ядерным оружием да еще членом НАТО нашего геополитического врага то есть я хочу сказать что вот эта система здесь же противобесов региональных и империй и региональных государств она пока эту конструкцию держит но в этой конструкции выпал Раиси что будет с новой политической элитой смогут ли по линии Тегеран Ереван это сухопутная линия это геополитическая линия пробить в брешь в конструкции Анкара Москва Баку Тбилиси Ереван пока мне трудно сказать но то что раскачивает Кавказ наглядным примером это факт Грузии и вчера было заявление администрации господина Ираклия Кобахидзе что европейский еврокомиссар а я думаю что это Боррель угрожал ему судьбой премьера Словакии Фиццу поэтому этот процесс еще не закончился идет дипломатическая а может быть даже неформальная война о которой мы или чуть-чуть слышим или не знаем но по итогу хочу сказать что процесс не закончен и война продолжается Уважаемый эксперт у меня следующий вопрос именно связан с Россией недавно как мы знаем был выбор в России и Владимир Владимирович победил весьма весьма серьезно победил и вот вопрос заключается в том что как как вот указанный фактор может повлиять на дальнейшие действия России в Украине что будет с Украиной хотелось бы услышать ваше мнение смотрите дело в том что война в Украине это германский вопрос то есть решение германского вопроса что это такое я вас отсылаю ну приблизительно на сто лет назад в телеграм-канале публикую все эти материалы ничего нового в нашей в истории наших народов в истории этих географий не происходит поверьте все то же самое каждый сто лет повторяется вопрос идет за передел сфер влияния за коммуникации за сырье это первое здесь мы должны понимать о том что например Германия она была расчленена мы должны помнить что Восточная Пруссия условно я ее называю там можно так скажем провести делимитацию демаркацию по географии но Восточная Пруссия она сейчас в принципе является какая-то ее часть является частью польского государства плюс немецкий город Кёнигсберг Калининград является частью России о том что мы подвигаем подвигаемся к решению этого вопроса я повторюсь говорил вчера на украинских каналах это вопрос с уточнением границы в Балтийском море со стороны России то есть мы к этому подвигаемся а ведь Балтийское море это не только про скандинавские страны Балтийское море это еще и про Германию про Кёнигсберг потому что прибалтийские страны иногда усложняют иногда хотят сменить а иногда запретить вообще сухопутное сообщение между Россией и Кёнигсбергом там есть специальное соглашение поезда проходят без остановки без досмотра по территории стран Евросоюза я имею в виду Прибалтики прямо в Кёнигсберг или в Калининград победа господина Путина она обусловлена не тем что господин Путин за 20 лет провел удачную политику в России там к нему очень много у российской общественности есть вопросы у нас не может быть мы просто аналитики мы не имеем ни отношения никакое отношение к российской государственности да и говорить об этом считаю лишним но то что господин Путин победил на фоне страхов война это про страх я хочу сказать чтобы мы понимали все человечество все вне зависимости в какой бы стране мы не находились всегда очень легко управлять через страхи то есть в данном случае российское общество управляется через страх распада России уничтожение православия экономического обнищания за последние 20 лет они россияне я имею ввиду в основном Москва и Ленинград или Петербург и крупные региональные города достаточно хорошо и богато живут но фактором этого является количество российских туристов на турецких пляжах египетских пляжах ну и так далее то есть во всем мире в основном первая тройка туристов это и в том числе россияне поэтому это фактор показателей достаточно хорошей материальной стабильности или поступательного развития их значит уровня жизни на этом фоне естественно господин Путин победил то есть другой альтернативы не может быть в понимании россиян где что я имею ввиду вопросы по поводу того что насколько значит подозрительны итоги выборов я думаю сейчас уже никто этого не обсуждает второй вопрос о том что страны Ватикана Европейский Союз поставили под сомнение выборы президента России и в принципе в своем понимании в своем векторе понимание считает его нелегитимным но почему-то Франция и Германия рвется договариваться с Путиным то есть здесь тоже происходит в головах Евросоюза и Европейских государств диссонанс теперь что касается Украины я думаю что Украина я говорил выбрала метод общения с мировым сообществом в их понимании наиболее формой общения это является демократия демократические выборы к сожалению тот путь который она сама выбрала там не диктатура там не ахлократия там не монархия там выборы через выборы меняется власть так как эта страна не объявив войну России потому что ссылка украинских юристов или политологов что у нас война мы не можем проводить выборы всегда отвечает а юридически как называется ваша война нет объявления со стороны Украины войны России раз нет объявления войны с Россией то вопрос о том что у нас война мы не можем проводить президентские выборы он не аргументируемый плюс ко всему украинская судебная система высший суд конституционный суд парламентская страна рада то есть ее орган или исполнительный орган не делали никаких заявлений по поводу того что кто же будет подписывать от имени Украины или выступать от имени Украины международного законно признанного лидера страны имеющий право подписывать подписанта этим человеком может быть только тот который был выбран народом Украины выборов нет заявление организации объединенных наций и Европейского союза что мы признаем легитимность господина Зеленского я думаю что это очень опасный прецедент когда меняются правила или не соблюдаются больше законы мирового управления и мы сталкиваемся в пучину управляемой анархии так называемых серых зон вроде бы по конституции он не президент но он правит страной вроде бы он по конституции не имеет права подписывать международные соглашения или выступать от имени украинского народа и украинской государственности он выступает и делает заявление отсюда вывод мировое управление если ООН и Евросоюз считают что он легитимный они сталкивают новый мировой порядок в серые зоны в зоны неуправляемости а если сказать более серьезно в зону когда страной будут править те кто ее узурпировал те кто ее захватил и он будет опираться на право сильного то есть в украинском формате я буду это называть так на право частных военных компаний потому что сейчас в 21 веке одна из современных армий это украинская армия по уровню подготовки проведения реальных боевых действий конечно она за это заплатила большую цену но она получила большой опыт ведения настоящей войны а не игр и мы должны посмотреть все социальные опросы которые проводят европейцы среди своего населения это Франция это Германия это Польша это Испания Люксембург готовы ли вы воевать там больше 20% никто не собирается воевать люди не заинтересованы войне а кто мотивирован на войну кто умеет воевать только украинцы сейчас мы говорим о Европейском фронте поэтому я считаю что в прошлом году сказал понимание людей которые управляют мир Украина уже разделена теперь необходимо это оформить второй вариант украинская армия которая получила большой опыт войны она после остановки войны после перемирия они останутся без работы то есть это большая армия и они получали сейчас не знаю сколько приблизительно 3-3,5 тысячи долларов в месяц это как раз та сумма которую платит английская частная военная компания Force Air Security для чего для того чтобы из украинцев в дальнейшем делать хороших наемников имеющих богатый опыт ну например как ЧВК Вагнер поэтому к моему большому сожалению в Украине перспективе с нынешней политикой ничего хорошего или благоприятного для украинского народа в частности для украинской государственности в общем не несет мы должны видеть следующий этап главный этап и стратегический этап из-за чего начиналась война в Украине это решение германского вопроса то есть решение европейского вопроса мы будем называть это так а что именно необходимо делать высшему киевскому руководству чтобы остановить эту войну она же губительна для народа и усматривается ли вопрос о возможном сценарии по расчленению и потери своей государственности Украины какие страны еще могут претендовать свои территориальные претензии к Украине кроме России вы знаете об этих вещах которых вы говорите практически ну чуть чуть больше чем два года я говорил в украинских СМИ первая наверное главная проблема это нужно покончить с коррупцией мой лозунг о том что во всех странах есть мафия но одна из редких стран где у мафии есть государство это про Украину это первое корень зла этой страны и этого народа второй фактор сейчас рекомендовать во-первых в моих рекомендациях они не нуждаются им виднее во-вторых уже поздно что-либо менять и в-третьих у них есть модераторы внешние модераторы это и Ватикан это и Лондон это и Вашингтон даже для определенной элиты Украины и в том числе для Киева это Москва ну вот когда в голове четыре жены очень трудно определиться какой путь тебе нужен семейный понимаете это первый фактор я думаю что уже поздно второе почему я думаю или считаю что про распад Украины вопрос решенный мы должны посмотреть на три-четыре ключевых фактора и какие страны претендуют на распад первым об этом заявила венгерская партия что в случае распада Украины она потребует своей венгерской земли вторым выступил да вторым выступил представитель партии в Румынии о том что в случае распада Украины они заберут ну я помню город Черновцы но географии точно не знаю то что принадлежит так скажем румынскому народу или молдавскому народу ну и самое ключевое более страшное это то что господин Макрон заявил что в случае наступления россиян на Украину мы введем свои войска в Одессу у меня вопрос я вчера украинцам задавал и сейчас задаю если Франция заинтересована в сохранении украинской государственности почему не надо нельзя вводить войска на передовую чтобы воевать с россиянами первое почему нельзя вводить французские войска в столицу Киева то есть сохранить флаг политический проект политическую элиту я думаю это правильно если ты хочешь сохранить Киев и Украину но почему ты в Одессу это как раз про раздел территории потому что французы если мы посмотрим на историю считают что какую-то часть Одессы они строили или создавали вместе с румынами когда-то у них там находилась армия в Одессе и Одесса для них имеет ключевое значение потому что через Одессу пролегает дорога к Гагаузам к Молдове а это сфера жизненных интересов французов они отвечают за румынский народ за молдаванский народ в мировом гипстете и в Евросоюз Румыния попала благодаря протекционизму и поддержке Франции поэтому это про раздел Украины вот я думаю что если я что-то упустил в вашем вопросе повторите я отвечу не не именно так и было Румыния Венгрия вот по поводу именно Украины войны в Украине как мы видим война в Украине сильно ослабила роль Евросоюза в мировой политике в связи с этим вопрос возникает в том что предпримут власти Евросоюза для того чтобы восстановить свою прежнюю позицию или они так и продолжат свою политику совместно с Вашингтоном тем самым уничтожая свою экономику и политическую безопасность в угоду мнимому коллективному единству ну у них никогда единства не было и одной из причин войны в Украине именно является заявление Макрона я имею ввиду не лично Макрона о тех кругов которых представляет Макрон где он говорил что мозг НАТО умер пора от НАТО освободиться пора сформировать свой европейский так скажем оборонительный союз и в таком он была это первая часть вопроса вторая часть вопроса Франция очень удачно обогатела на России торгуя с ней привлекая большинство ворованных у русского народа денег в свою экономику Германия очень хорошо богатела и становилась экономическим локомотивом в непрямом смысле слова а в переносном то есть реально в Германии был рост экономики и очень большие деньги ну например давайте вспомним греческий кризис где Германия выкупила все что в Греции стратегическое и спасла ее от банкрота и она получала все это только благодаря дешевым энергоресурсам России то есть нефти газа и так далее и так далее когда у вас нет нет энергетики а в случае с Францией это российский уран для значит обогащения для своих атомных станций мы должны понимать что ключевую энергетическую дотацию или политику в Европе проводит Франция у нее самая дешевая энергетика атомная она самая крупная в Европе но у нее есть одно больное место это называется уран и мы увидели что потихоньку Францию начали выгонять с Африки с тех территорий где она за копейки выкупала или добывала уран и поставляла на свои атомные станции теперь у нее осталась только Россия и Казахстан поэтому дальнейший так скажем упадок экономики Европы Евросоюза он обречен на распад Евросоюза через усиление правых партий в этих странах то есть к приходу или оказать или будут оказывать серьезное влияние на политику предположим левых партий правые партии то есть они будут или сильной оппозицией или будут коалицией или победят на выборах где приведет к тому что правые партии начнут друг с другом воевать я имею ввиду например французские ну вот я сегодня опубликовал материал о том что Мари Лепен отказалась от сотрудничества с АРД и решила строить союз правых партий с итальянской премьер-министром это о чем правые партии работают они формируют единый блок Евросоюза тогда вопрос когда сформируются правые партии а если мы вернемся к истории французского национализма то есть 1812 года германского национализма 1940 года куда пойдут фашисты я условно их называю фашисты проблема для них это выживание где они могут получить выживание взять под контроль Россию ее ресурсы поэтому это война о том что они за Америку или с Америкой это все миф они не являются союзниками Америки ну например последний визит значит господин Аси по Франции мы должны услышать что заявление сделал господин Макрон что Франция придерживается политики генерала Деголя что это означает внешнеполитической доктриной генерала Деголя звучало так мы признаем всех такими какими они есть то есть если ты коммунист мы тебя признаем если ты африканский какой-то проект где можешь заниматься каннибализмом мы тебя признаем главный их интерес поэтому у Америки есть какие-то свои национальные интересы но еще есть публичные заявления не знаю права человека демократия для Франции это вторичнее и я думаю что мы с вами в оценке что будет с Европой ошибаемся что она служит Америке или за Америку нет они пытаются сохранить свою политическую независимость а если можно еще создать свой проект где он может быть равноправным с англосаксонским то есть Лондон США Канада Новая Зеландия Австралия к сожалению у нее нет ни людских ни финансовых ресурсов и самое главное геополитического влияния поэтому потихоньку приходит понимание и во Францию и в Германию что они могут быть всего лишь маленькими или младшими партнерами в лице Лондона ну Альянса Лондон США и я думаю что 27 год точно возможно 28 год первая половина мы увидим распад Евросоюза вот например фактор того что господин Урбан сегодня сделал заявление что Венгрия пересматривает свои отношения с НАТО потому что не хочет участвовать в возможной подготовке участия НАТО в войне в Украине против России то есть мы еще увидим и эти месседжи не только раскачивания Евросоюза но и вообще НАТО в Европе а я думаю что НАТО в Европе закончится тогда когда просто США сама выйдет из НАТО и этот вопрос достаточно серьезно стоит на повестке дня спасибо большое а по поводу англосаксов хотел спросить именно про их влияние на Центральную Азию знаете в последнее время мы наблюдаем рост влияния Лондона к странам Центральной Азии именно в первую очередь Казахстану тем более недавно турне Джеймса Кемерона по Центральной Азии вот каково ваше мнение относительно действий Великобритании в Центральной Азии и является ли это дальнейшим политикой англосаксов по подчинению себе данного региона можно ли рассматривать эти действия как стремление отколоть регион от под влияние России Я бы честно говоря вопрос немножко изменил потому что он направлен на создание конфликтных зон дипломатия она это конфликт это политика возможностей или искусство возможностей естественно это представьте себе как в зоопарке крокодилам бросают мясо каждый из них пытается ухватить для себя больше в данном случае конечно сравнение про мясо это не про Казахстан а просто знаете понимание как это работает так вот в данном случае если мы говорим о Центральной Азии в общем а в частности про Казахстан Казахстан стратегическая страна Центральной Азии в плане логистики первое в плане природно-сырьевых ресурсов это второе то есть таблица Менделеева там больше представлена чем других республиках Центральной Азии и наверное ключевое в Казахстане сконцентрированы также стратегические ресурсы я говорил выше про уран про литий про нефть про газ и так далее в купе с логистикой дороги потому что именно через Казахстан большая часть логистики Китая Центральной Азиатской государств ну например вот уважаемый президент Таджикистана во время визита в Азербайджан были подписаны договора о торговле на уровне 700 миллионов долларов и второе самым главным по моему третьим пунктом идет это логистика Таджикистана через Азербайджан то есть Азербайджан представляет все свои логистические возможности в пользование Таджикистана поэтому Казахстан сыграет и в этом плане еще одно главное стратегическое значение я честно говоря называю Казахстан бриллиантом Центральной Азии от поведения Казахстана от его вектора отношений с Россией с Китаем со странами ислама со странами тюркского мира с Европой зависит практически 50% будущего Центральной Азии то есть если Казахстан станет китайским я считаю что уровень независимости Центральной Азии от Китая повысится уже не на 50% допустим на 70% на 80% то есть 50% казахского подчинения Китаю плюс 20% таджикского 15% узбецского 30% тиргызского я не знаю 70% туркменского мы в итоге получаем доминант Китая в этом регионе а учитывая программу значит Китая сообщества единой судьбы которая включила в свою доктрину что Центральная Азия является неотделимой частью безопасности Китая то есть за Центральную Азию Китай будет биться не как за Тайвань может быть даже больше Тайвань это вопрос чести а Центральная Азия это вопрос выживания нации поэтому визит господина Кэмерона он заключался не в том чтобы подчинить Центральную Азию во-первых в нее вернуться мы должны знать что они отсюда ушли я имею ввиду Афганистан Центральный Азиатский государство с приходом значит доктрины большевиков вторым главным фактором ведь идет война в Европе и Лондону нужно установить так скажем партнерство в добыче минеральных природно-серевых ресурсов Казахстана раз Лондону нужно контролировать логистику поставок например урана во Францию Франция должна договариваться по казахскому урану с Лондоном а не с Казахстаном понимаете формулировка ставится так и последний намер на самое главное выбор Казахстана в какой мир он идет мир России что он за это получит мир Китая что он за это получит мир Европы или мир Саксов где больше угроз для Казахстана то есть нет проектов где угроз Казахстану нет но они выбирают меньшее зло больше прибыль я так говорю прибыль то сюда включая не только финансовые вопросы сюда включаются геополитические вопросы технологические вопросы и самое главное самое стратегическое вопрос безопасности потому что если например не дай Аллах что-то случится с Таджикистаном это граница и Узбекистан и Казахстан маленькими ресурсами Кыргызстан они могут помочь Таджикистану и Казахстан будет помогать Таджикистану условно не дать проникновение конфликтов Центральной Азии но если рванет Казахстан всех снесет как цунами потому что она ключевая центральная страна во всех смыслах для Центральной Азии поэтому именно Лондон заключил с Казахстаном или Казахстан с Лондоном соглашение о стратегическом партнерстве это говорит о том что политическое руководство Казахстана оценило нынешние вызовы государственности Казахстана будущему народу Казахстана уровень развития англосаксонских проектов в мире двигающих процессов в мире а двигающим процессом ключевым в том числе является возвращение на восток Лондона я имею в виду саксонских мир поддержка мусульманских государств здесь я включаю два фактора ключевых первое когда Франция в Совете Безопасности ООН выдвигала инициативы по значит принятию санкций в отношении Азербайджана фактически три раза один официально и два неофициально Англия заблокировала эти резолюции это первое и второе буквально недавно когда голосовали за провозглашение или признание независимости Палестины Великобритания поддержала в Совете Безопасности эту резолюцию поэтому исходя из того понимания отношения Лондона в его политике на следующие сто лет а это сто лет альянс с исламским миром альянс с православным миром Лондона то в этой проектности я считаю руководство Казахстана сделал героический шаг что выбрал этот вектор развития естественно другие проекты Китай Россия Ватикан Евросоюз они будут недовольны они будут пытаться я считаю как премьеру Грузии угрожать лично может быть даже что-то предпринимать ну и конечно глобально попытаться раскачать изнутри Казахстан для того чтобы довести до внутригражданского политического противостояния а даже возможно внутригражданского внутригражданской войны значит ну там существуют адайцы джалаиры их специально друг другу противопоставляет и накачивает хотя когда не будет страны мне интересно что будут делить адайцы и джалаиры поэтому я считаю что правительство Казахстана выбрало самый правильный путь наименьшего зла для своей страны и параллельно она развивает концепцию среднего коридора совместно с Китаями Россией и в том числе со странами Центральной Азии предоставляет свои сырьевые ресурсы для стран Евросоюза и естественно развивает тюркский проект и самое главное для меня очень важный принципиально я говорил на вашем канале на других Казахстан становится инициатором создания единого центрально-азиатского панрегиона то есть значит концепции безопасности государств Центральной Азии о котором заявил президент Казахстана и который будет официально объявлен 9 августа и благодаря тому что у нас я имею в виду Таджикистан и Азербайджан и других государств Центральной Азии а именно у Узбекистана и Казахстана очень хорошие и теплые отношения с Таджикистаном я думаю что костяк будет поставлен не по принципу тюркские государства и Азербайджан а по принципу центрально-азиатские государства с вовлечением и активным участием и присутствием Таджикистана в едином политико-экономическом пространстве для обеспечения своего развития экономической безопасности и самое главное и даже страшное для обеспечения своей национальной безопасности борьбе с терроризмом с национальными преступными так скажем организациями с политическими переворотами или убийствами политических лидеров только объединившись в единое мы можем спасти наши страны и наши народы иначе нас ждет судьба Украины Сирии Ирака Господин Фекрет Вы сказали по поводу единства Центральной Азии Хотел бы задать вопрос именно по поводу этого Знаете в последнее время многие страны единоношны во мнении о том что в ближайшие десятилетия возможно локальные военные конфликты из-за нехватки воды так как мы понимаем что в Центральной Азии тоже такая ситуация такая проблема существует и по поводу этого даже говорил генеральный секретар ОДКБ именно по поводу Центральной Азии вопрос по поводу строительства растительного канала на севере Афганистана и большим забором который есть воды из Амударии вот каковы по вашему мнению будет разрешена эта проблема что предпримут именно уязвимые страны это Узбекистан для скорейшего решения именно данной этой проблемы и каковы будут совместные шаги стран Центральной Азии по поводу недопущения войны из-за воды в Центральной Азии очень хороший вопрос Азиз спасибо тебе это вопрос ключевой протегический потому что любые другие вопросы торговые таможенные недопонимания они решаемы но вот это одно из видов цунами человечества а именно народов Центральной Азии если вы разрешите я немножко дам обзор что вы сказали и отвечу на ваш вопрос во-первых я на ваш вопрос более-менее раскрыто отвечал на канале казахской активистки Жанны Бота есть вещи которые я повторю но есть вещи которые я впервые скажу на вашем канале если мы будем исходить из позиции про Куштепа а это имеет значение для Центрально Азиатских народов и государств стратегическое значение то давайте мы посмотрим что это за инструмент строящий в Афганистане водный канал Куштепа он усугубит нарастающий дефицит воды Центральной Азии это первое вы должны знать вы должны готовиться к тому что воды будет мало и таким образом станет миной замедленного действия заложены под весь регион США внимание в рамках борьбы с терроризмом с одной стороны заморозили все афганские государственные счета чтобы как они сами объясняют деньги не попали в руки талибов но с другой стороны щедро финансируют строительство канала и его возведение выделили 684 миллиона долларов спонсором этого проекта является орган США то есть министерство США UCID это разные вещи потому что кто такой UCID и что такое UCID я говорил о Центральной Азии у меня на YouTube канале есть такая тема называется глобальный шлюз что такое европейская политика в отношении народов в Центральной Азии и что такое политика UCID кстати кто его возглавляет к какому блоку мировых управителей относится Саманта Пауэр это не про мир как талибов достроит канал Куштыба и запустит его в эксплуатацию первым начнет страдать Узбекистан первый политик Узбекистан в частности Бухарская Хорезмская и Каракалпахская автономная область Амударья уже сейчас не доходит до Арала посредством данного канала для орошения сельскохозяйственных земель в афганских провинциях Балх Джауджан Фарья будут отбираться части воды из Амударьи и ниже по течению который находится теперь Туркменистан и Узбекистан а у них и так сегодня не хватает воды о спасении Арала всем придется уже забыть точно здесь преследуют исключительно свои стратегические далеко идущие цели модераторы войны и строительство канала Куштыпа это жирное зерно будущего регионального конфликта Талибан никогда не подписывал и не будет соблюдать никаких международных конвенций по водным ресурсам почему а Талибан никто не признает вот когда признают они подпишут и возьмут на себя обязательства и очень хорошо что ползучий факт признания Талибана потому что нужно спасать Центральную Азию приняли президенты Узбекистана Казахстана Азербайджана мы тоже вернули своего посла в Афганистан мы считаем это для безопасности Центральной Азии важно для взаимодействия с Талибами в данном вопросе нет никакого мирового инструментария второе самое опасное канал строится без соблюдения необходимых технических условий он просто прорывается в земле и не бетонируется а это означает что значительная часть воды просто будет уходить в грунт следовательно Амударя скоро будет оскудевать от воды еще больше и на это и вот эти результаты нехватки воды на себя ощутят все Центрально-Азиатские республики в регионе начнет происходить очередная экологическая социальная а затем политическая то есть экономическая политическая катастрофа это война всех против всех таким образом противоречия между Центрально-Азиатскими странами и Афганистаном абсолютно американцами через проект Куштепа гарантирован то есть вы этого не избежите Казахстан слава богу исключил талибан из списка запрещенных организаций и это первый шаг в попытке решения данной проблемы то есть если Узбекистан Казахстан Азербайджан признали де-факто или исключили из списка террористов эту организацию только по одной причине ни о какой торговле политике вооружении вопрос не идет причина чтобы они не взорвали Центральную Азию через Куштепу по логике вещей этому примеру должны последовать и власти остальных республик Центральной Азии или страны Центральной Азии должны вынужденно сотрудничать теперь внимание для чего это делается в рамках проекта Большой Афганистан с Западом я имею в виду с англосаксами если они не сотрудничают а первый шаг сотрудничества заложил господин Токаев через стратегическое соглашение с Лондоном то они скатываются куда в череду войн и гражданского внутригражданского противостояния потому что воды нет поэтому мое мнение повторюсь у вас на канале необходимо срочно усиленными темпами развивать сотрудничество государств Центральной Азии между собой о чем недавно например была комиссия между Казахстаном и Узбекистаном где Узбекистан объявил по-моему 800 миллионов кубометров Узбекистан будет выделять Казахстану для того чтобы у них работал аграрный сектор то есть и внутри центрально-азианских государств есть понимание идти друг к другу на уступки или избегать конфликтности но когда воды вообще не будет там нечего будет делить по данным экспортов в 2028 году сочетание климатических изменений а это ключевая дата 27-28 год Евросоюз 28 год Центральная Азия 26-27 год подготовка войны против Китая вот пик 27-28 год по данным экспортов в 2028 году сочетание климатических изменений наступлением маловодного периода и ввода в эксплуатацию канола Коштепа в Афганистане приведет Центральный Азиатский регион к острому хроническому дефициту водных ресурсов при умелом модерировании внешних сил внутригражданской войне что по Таджикистану я хотел бы сказать что является то чего нигде не говорил на вашем канале в современных условиях и в перспективе дефицит водных ресурсов Центральной Азии и в Таджикистане рассматривается как один из главных ограничивающих факторов развития региона ожидаемый рост водопотребления а почему мы говорим ожидаемый мы должны понимать что Центральную Азию при Джорджии Вашингтоне Центральной Азии кого я называю господином Мирзиоева после 9 августа если будет заключено стратегическое соглашение между государствами Центральной Азии о безопасности то есть как автор единения государств Центральной Азии Авраам Линкольн это Токаев то мы столкнемся с необходимостью обеспечения продовольств энергической безопасности а в эти страны теперь что приходит приходит технология расширяются их логистика то есть экспорт импорт то есть необходимо увеличение электроэнергии высокой переработки продуктов промышленного и сельскохозяйственного производства и самое главное вода ну предположим фишмиш урюк яблоки черешня это то что живет в основном аграрное население республик Центральной Азии они не обладают высоким уровнем промышленного развития это все таки полуаграрные страны и если нет воды представьте себе что 60-70% населения столкнется с риском голода что будет с этими странами и вот усиливать напряженность будет усиливать напряженность межгосударственных отношений в регионе теперь опасность о котором никто не говорил но я хочу через вашу площадку благодаря вам говорить оба еще одной страшной вещи на которой хотел бы чтобы правительство Таджикистана народ Таджикистана обратил внимание это мина замедленного действия дефицит водных ресурсов ключевое структурное ограничение для социально-экономического развития Центральной Азии потому что возраст ирригационной инфраструктуры она чуть-чуть выше чем в Куштепа то есть там оно превышает 50 лет во-первых засолению подвержены свыше 50% ворошаемых земель в воросительных каналах республик Центральной Азии теряется 40% воды в Таджикистане простите находится Саревское озеро если не дай бог Саревское озеро прорвет взорвут или пройдет диверсия это озеро смоет Узбекистан Казахстан Афганистан и сам Таджикистан поэтому мы еще не знаем что страшнее Куштепа или Саревское озеро для мировых правителей которые могут столкнуть народу войну Саревское озеро оно относится к завальным или подпрудным озерам и возникло в результате катастрофического перекрытия русла реки Бартан оно произошло 18 февраля или 3 марта 1911 года интенсивное наполнение озера завершилось к 1926 году с 1942 года уровень озера изменяется изменяется колебательно колебательно простите озеро представляет опасность для населенных пунктов расположенных ниже по течению Бартанга Пянджа и Амудари так как в случае прорыва огромная масса воды с селевым потоком пройдет практически до Аральского моря посмотрите какую географию то есть если не дай бог террористы взорвут это озеро сколько республик и государств пострадают 4 и включая Афганистан тоже поэтому достоверно известно а теперь как это могут сделать я подскажу достоверно известно о 9 предыдущих завальных озерах в русле Бартанга которые прекратили свое существование что говорит в пользу теории искусственным землетрясением искусственным землетрясением можно организовать прорыв дамбы или перекрытие озера Партанга так как на территории горно-бадахшанской автономной области в 2023 году то есть год назад официально объявлено произошло 60 землетрясений водоем на Памире в Рушанском и Мургавском районах горно-бадахшанской автономной области Таджикистана представляет собой длину около 70 километров максимальная измеренная глубина около 500 метров уровня воды или 3255 метров над уровнем моря объем воды более 17 километров для чего я эти цифры озвучиваю простому человеку они ничего не дадут для специалистов нужно понять что если прорвет дамбу или перекрытие какая сила селя и какой охват территорий будет занимать вот это не дай бог не дай аллах вот эта трагедия поэтому я считаю что когда мы говорим о Каштепа мы должны подумать еще о более скрытых для простых людей угрозах которые в руках внешних модераторов могут быть детонатором сперва трагедии катаклизмов а в дальнейшем привести как раз к войнам за воду за выживаемую поэтому я считаю что главная целенаправленная политика абсолютно ускоренными быстрыми темпами или уже вчера нужно налаживать сотрудничество с Талибаном например Узбекистан прокладывать железную дорогу там уже инженера были на прошлой неделе стали поставлять рельсы для того чтобы Талибан сделать более-менее экономически самостоятельным потому что когда UCID вам платит он и будет заказывать вам музыку а когда вы имеете альтернативные источники и кусок хлеба и люди в твоей стране не голодают а это про поставку нефти нефтепродуктов это по поставке муки и необходимо понимать что нельзя приобщать к нищенству афганцев необходимо создавать рабочие места чтобы они работали и параллельно с тем что Талибан системно уничтожает наркоплантации в Афганистане я считаю что совместно с республиками или государствами Центральной Азии Афганистана необходимо друг другу срочно помогать делать Талибан пока сейчас там у власти Талибан не мы их выбирали то что есть то и имеют понимаете не нужно с этим работать и для того чтобы спасти свою страну вы помогая им обезопасиваете себя если они ночью спят голодные поймите вы спокойно спать не будете поэтому я хотел бы сказать что я считаю позиция стран Центральной Азии должна быть всецельно направлена на создание возможности элементарных условий минимума экономической независимости граждан Афганистана тем более там есть достаточно большая община больше чем в самом Таджикистане таджиков вам и карты в руки там есть определенная группа населения в Афганистане лиц узбекской национальности там есть небольшая группа лиц казахской национальности то есть нас разделили условные границы проектов мы не разделились нас разделили тогда теперь вопрос стоит о том что нам нужно условно так скажу их подтягивать на свой уровень чтобы мы ну так скажем спокойно спали вот существует международная координационная водохозяйственная комиссия о том что вот я поправлю не 800 а 922 миллиона кубометров войны в Казахстан так скажем по согласованию с Узбекистаном через канал Достык в поливной сезон будет поставляться там еще прогнозный график составлен про Нарын-Сардаринский каскаду водохранилищ был обсужден вопрос по спасению орала то есть я почему об этих вещах говорю ваши читатели или слушатели находясь в Центральной Азии эти факты знают лучше меня но проблема в том что нужно это все связать и понимать что я про Россию про Карабах а сейчас глобальный цунами идет все вопросы которые возможно были когда-то в истории буквально вчера между разными народными нациями кто-то не поделил улицу или таможню нужно оставить в стороне потому что когда придет цунами у вас не будет страны вам будет нечего делить именно по поводу водной проблемы и конфликта который будет в Центральной Азии какие страны по вашему мнению из пяти центрально-азиатских стран наиболее будут втянуты в эту войну и как будут отреагировать Россия и Китай как большие стратегические игроки в этом районе и которые понимающие о том что дестабилизация в Центральной Азии вредит их национальной безопасности ну какие страны сильные страны в Центральной Азии у нас кто сильный по военной мощи по экономике Казахстан и Узбекистан то есть на первом месте Казахстан и Узбекистан я поэтому говорю Казахстан бриллиант какую позицию выберет Казахстан та судьба будет всей Центральной Азии она определяющая теперь по России и по Китаю вы знаете наверное были разные варианты о том что ну какие-то российские реки чтобы спасти свое подбрюше как они называют мы можем перевести на Центральную Азию чтобы она снабжала их водными ресурсами во время поливных сезонных работ Россия эти проекты остановила и считала и считает что это неправильно это первое то есть возможность повлиять у России в сырьевом понимании водно-ресурсном понимании она отвергла этот план а раз она отвергла этот план мы с вами должны быть готовы к тому что Россия в случае угрозы своей национальной безопасности будет использовать территорию Центральной Азии как использует территорию Украины создание тампонной зоны безопасности но на территории Центральной Азии за счет территории Центральной Азии что касается Китая мы все понимаем что сейчас идет переформатирование мира и в данном случае если для саксонского мира и для новых переформаторов мира главная проблема сперва на начальном этапе сделать самостоятельной Центральной Азии не анти-Россия это разные вещи самостоятельной но сделать ее условно анти-Китаем почему потому что Россия говорит страны Центральной Азии это мои союзники Китай говорит не будет Центральной Азии я имею ввиду китайской она потеряет Урумчей Синьцзянский уйгурский автономный округ она потеряет дороги в пакистанский порт Квадахар она потеряет через Казахстан дороги через Азербайджан на Европу у нее остается только одна дорога на Иран а мы говорили выше возможно скорое втягивание Ирана в войну таким образом Китай перестанет быть партнером глобального юга потому что у него не заинтересовывается в сохранении стабильности кто если будет и воевать за Центральную Азию я имею ввиду в плане угроз то это Китай Сомали будет воевать сомневаюсь будут ли воевать частные военные компании или прокси силы это однозначно но если Центральная Азия станет антироссией но она должна перестать колонией России вот как-то она перестанет быть колонией России и не станет антироссией за счет получения большей самостоятельности экономической политической независимости в сотрудничестве со всеми и в том числе с Россией то со стороны России для Центральной Азии угрозы нет вы знаете украинская война это то что я не всегда не успевал говорить скажу она не обезличивает российской правительстве или россиян что они хорошие и пушистые нет я думаю что украинская война должна еще повлиять на российскую политическую элиту на российский народ по смене ценностей или возвращение к своим истокам потому что то как они правили совместно с западом а именно колонизация Южного Кавказа и колонизация Центральной Азии это ведь было в партнерстве с западом как только Россия становится партнером с западом она превращается в более страшного хищника чем сам запад как только Россия становится самостоятельно не партнера с западом а независимой от запада она возвращается к своим православным истокам и это становится внятная понятная и даже можно сказать союзническая или дружественная страна но пока Россия партнер с запада она хищник и вот Центральная Азия она должна стать независимой и украинская война я очень надеюсь последние события на Южном Кавказе события в Центральной Азии должны очень сильно оказать на смену думающих людей в России что методика запада колонизации других народов этнический геноцид что делала Франция в Алжире или так скажем союзник России Франции Армения в Карабахе от этого нужен инструмент отказаться вопрос стоит не в уничтожении или закабалении вопрос стоит в созидании и только в партнерстве на равноправных условиях возможно процессы созидания сейчас России трудно через кого она пытается решить вопросы через тех кого она раньше называла вторым сортом сейчас россияне к вам прибегут и скажут никогда она не называла школы построила образование дала так мои дорогие пришли захватили эту территорию так вы несете за нее обязанность ответственность тогда будьте любезны или вы можете выбрать другой формат управления территориями французский просто убивать я думаю что Россия в союзе с западом это зло для центральной Азии и Южного Кавказа пока могу говорить только за эти два региона потому что я вырос в Ташкенте образование получил в Баку и я думаю что если это повлияет фактор на изменение самой российской политики ее отношение к бывшему постсоветскому пространству она станет больше пророссийской а не прозападной я не думаю что страны Центральной Азии и Южного Кавказа станут антироссией вот антикитай говорит вы или со мной или вас не будет вот тут столкновения будут спасибо как говорили наши предки мусульмане и православные которые ходили в святые места останавливались на ночь они стучались в неизвестную дверь и говорили мир дому вашему если хозяин дома вас принимает он всегда говорит с миром принимаю мир дому ваш с миром принимаю спасибо большое до свидания до свидания